И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Все, на завод устроился. Извините меня. Деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Ну что, дорогой друг, очередные глобальные изменения нашей игры, которые призваны направить ее в космос. Да не иначе. Вон, Кокос и то в шоке. Да, мой сладкий. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность. Кокос тут у меня красавчик на столе. И сегодня будем обсуждать новое обновление, новое обновление мастер-тавтологии Рокутагин. Да, обновление Варфейс. Мощным изменениям подверглись. Штурмовая винтовка МБЛ. Пистолет-пулемет КХ-9EX. Дробовик Вепарь ВПО. А также был переименован Медик Гампо. Ну помните, который Дилдо. Теперь он как-то называется Шайн Сайн, чё-то китайское. В общем, слава у Хани. Но, конечно же, большинство из вас почти наверняка хочет узнать, что же случилось с МБЛом и что я по этому поводу думаю. И, скажу честно, с МБЛом случилось странное. Разработчики увеличили данному автомату темп стрельбы, снизили отдачу. Стрелять с него теперь действительно очень приятно. И немного нерфанули его подствольный гранатомёт. Граната теперь летит медленнее. У неё более сложная баллистика, то есть надо кидать, скажем так, навесом. И немного снижен радиус поражения. И я вам скажу так, друзья. Теперь один штурмовик с МБЛом это, ну, уже не особо это и сила. Но проблема заключается в том, что вообще-то, на всякий случай, один штурмовик с МБЛом никогда большой силой-то и не был. Вся их мощь раскрывается, когда их два и более в команде. На тактических режимах. И пусть гранату вроде как нерфанули, и как говорят наши разработчики, теперь эта фишка требует большего скилла и понимания, я всё-таки сути этих изменений совершенно не понимаю. Особо большого скилла всё-таки не требуется, на самом деле, чтобы просто использовать мубомёт правильно. Это скорее дело практики. А вот тот факт, что МБЛ из так себе гана превратился в вполне достойное оружие, извините меня, он сейчас будет, наверное, ну, не менее интересным за счёт повышенного темпа и сниженной отдачи, нежели какой-нибудь Шорфаер, или Грот, или Вал, ну, или вот это вот всё в этом духе, какой-нибудь Галил. А это приводит меня к мысли, что МБЛ, вопреки стараниям наших разработчиков, станет ещё более популярным. Именно так. Не так давно мы с разработчиками собирались в Дискорде, и один из них сказал, что, понимаете, мы понимаем, что ваше мнение оно такое авторитетное, что вы разбираетесь, соображаете. Но, тем не менее, вы тоже частенько ошибаетесь. Мол, блоги рассказали, что имбл это просто люто, это такого не должно быть в игре. И мы, разработчики, его пофиксили. Под ствол перестал ваншотить. И тогда блоги рассказали, ну, это уже ничего, это получше. А потом оказалось, что это пушка имба. Так, дорогие разработчики, первое, на ПТСе невозможно всё оттестировать, потому что, например, на ПТСе столько людей, что играть подрыв в тот же РМ, там практически нереально. Второе, не каждая имбовая связка какая-нибудь может сразу выявиться. Она, собственно говоря, и на лайв-сервере не сразу была установлена. И только когда люди стали играть 2-3 имбела, и определённый образом их использовать, выяснилось, что это люто имба. И третье, самое главное, дорогие разработчики, не надо спихивать то, что имбел имба на блогеров и киберспортсменов. Почему? Сейчас объясню. Да просто потому, что когда вы собираетесь вводить очень спорные единицы оружия, типа штурмовой винтовки, у которой будет сильный подствольный гранатомёт, то до того, когда вы ещё приступили к разработке, надо вот с этими людьми, которыми вы советуетесь, посоветоваться. И они бы вам вот ещё тогда, на уровне концепта, скажем так, на уровне идей, они бы вам сказали, ни в коем случае. И то, чтобы они вам сказали, что вводить пушку с эффективным подствольным гранатомётом идея вообще так себе, я вам просто гарантирую. А так блогеры были в такой ситуации, что, извините меня, ну пушка уже введена, мы же не дураки, вы же не будете вообще не вводить, типа, да? Ну, всё, мы потестировали, там имба, потом выфиксанули. Ну, вроде как получше, но подствол не ваншотит. Но что будет дальше, мы же тоже точно не знаем. Мы сказали, что лучше. Вот и всё. Мы, собственно говоря, сделали всё, что было в наших силах. Сказали, что стало лучше, что уже не такая имба. И действительно, одиночный имбел вроде как и не особо это имба. Так что у меня такое мнение. После изменений имбел станет ещё более популярной пушкой, подствольный градомёт всё так же будет использоваться. И есть мнение, что жопы могут возгореться ещё сильнее. Самым хорошим изменением в новом имбеле считаю добавление скинореков. Смотрится просто шикарно. А по двум другим ганам что скажешь? Тут, капитан, очевидно, ситуация, в общем-то, плюс-минус такая же, особенно с ППХ. Разработчики снизили отдачу, вроде как сделали пушку такую, знаете, более простую в использовании, более эффективную, как они, наверное, считают. Но по факту, скажу вам так, ничего не изменилось. Играл я на ПТСе против ребят с имбелами, с этой ППХой. Даже на небольших дистанциях очень часто отлетаешь. Попадался против Сара, тоже отлетаешь. В общем, в итоге ты отлетаешь. Так эту пушку можно и назвать. К, Х-9 и Экс отлетаешь. Из-за всё ещё неудобной отдачи и дикой тряски, часть пуль даже на ближний-средний дистанции неизбежно улетает в молоко. И реальный тайм-ту-кил пушки намного выше заявленного. Дробовик, как я понял, тоже до сих пор хромает. А вот с дробовиком, капитан, очевидно, всё намного интереснее. Да, вепарь ВПО. Пушка, с которой, к сожалению, я отыграл меньше всего, ну, потому что ПТС практически умер по онлайну. Так что, извините, нарезочка тут совсем короткая и, конечно же, будет повторяться. Ну, как бы, что имеем, с тем работаем. Однако, даже то небольшое время, которое я провёл с этим замечательным дробовиком в обновлённом виде, приводит меня к мысли, что вепарь, вот прямо, знаете, достиг нужной кондиции. Напоминает теперь дробовик Хангруп по своей эффективности. Но должен сказать, что, по-моему, на дистанции даже чуть-чуть эффективнее. Но, опять же, это были, в общем-то, тесты непродолжительные. Однако, бить панику разработчикам не стоит. Вот сейчас не понял. Я не думаю, что пушка точно уж нуждается в нерфе. Скорее, наоборот, надо оставить вот так, как сейчас сделали. Очень и очень годно. Плюс-минус что-то вроде Хангрупа. Но Добинелли Игл, честно, не дотягивает. Кроме, конечно же, ближних, самых ближних дистанций. Вот здесь вепарь, вепарь, честно говоря, очень хорош. Вот прям тот же Ханг. Лупанул залпом от бедра, и всё, противника нет. Радуют такие обстоятельства. Твоя позиция нам ясна. Как в целом оцениваешь эти изменения? Апсхуй! Извините. Согласен, да. Изменения в целом. Кстати, вот они. Из всех этих изменений я могу одобрить только изменения дровяка. Он действительно стал хорошим, но не имбовым. У то, что нужно, собственно говоря. Ппхов утиль, имбел, блин, ещё больше имбел стал, скажем. Так что, наверное, я бы ещё сделал некоторые изменения на ПТС. Потестировал ещё какие-то варианты. Но в таком виде я бы это на лайвсервер не загружал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok